МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мой мозг, между прочим, в канадском времени, сейчас у меня рассвет, рассвет. И если бы не присутствие гостя в студии, я бы просто, ну, отказался сейчас работать. Да, у нас хороший случай. Вот ты должен как-то представить и заявить торжественно. Ну, давай сразу говоримся, Александр, я про что объясню тебе сразу оси координат. Значит, я за тебя в программе, а он не прав. Вот эти две вводные, тебе как компьютерщику, специалисту, они помогут вот эти Y, X, все расстояние. Я за тебя, а он... Сращения между вами. То есть, может, я вас помирю? Он против нас. У вас не было прецедента, чтобы вас помирить. У нас был прецедент, нас помирил Головей. Нас помирила общая беда. Когда он стал воевать с нами, нас помирила общая беда. Весь зал в Сакраменто, иммигранты, во главе с пастором Головеем, напали на нас. И тогда мы стали, как говорится, спина к спине и бились на землю. Сегодня мы с тобой против него. Значит, давай, представляем гостя. Александр Евсяков, руководитель проекта интернет-телеканала «Бог ТВ». Добрый вечер. Насколько амбициозно так название «Бог ТВ». Да, да, вот, кстати, название. Мне кажется, очень родное для всех. Нормально? Не, ну как, ну вот, понимаешь, так вот, как бы, сразу напрашивается, у вас «Бог ТВ», а у нас не «Бог на ТВ». А, «Мегамост». Набрать в интернете можно просто «Бог ТВ». Ну, как-то, ну, вот так амбициозно. Ну, если бы не было прецедента, то, может, было бы амбициозно. Но, как в анекдоте, возник вопрос. Что у этих, значит, западенцев, только не украинцев, а на Западе, значит, «Гад ТВ» есть? А почему же у нас «Бог ТВ» нет? И, на самом деле, это у меня вопрос к вам. То есть, я не медийщик, в принципе. Вы не жирял какой-то «Гад ТВ»? Нет, нет, нет. Хотя, я служитель движения молитвенного. Я был всегда миссионером. И у меня вопрос к медийщикам. Почему, когда мы начали искать названия для канала, почему «Бог ТВ» было свободным? У вас все вот названия такие амбициозные. Искатели Бога. Как будто бы остальные не ищут. Вот вы так вот все называете, чтобы вот как-то... Нет, вопрос восприятия, мне кажется, Сергей. Ну, почему он не амбициозно? Нет, да, «Мегамост». Он представляет деноминацию, развивается, «Церковь Божья». А остальные кто? Я бы так не называл. «Мегамост». Мне больше нравится твое название «Церковь Добрых Перемен». Все понятно. А «Мегамост» я назвал, смотри. Идея главная, почему, собственно говоря, я очень захотел, чтобы ты был на программе, считаю, тебя специалистом в этом деле. Я верю в то, что вот эти мосты между странами, между церквями, между служителями, между служениями, они должны быть. Я вот этот мост, огромный, мегамост, между людьми хочу строить. У него мосты у всех, а у него мегамосты. Кстати, вот к чести Александра, он нам очень много интересных вещей рассказал. Мне это нравится позиция, что человек не держит секреты при себе. Подожди, подожди, подожди. То есть мы строим мосты с ним. Смотри, я сегодня, краем уха, слышал, что вы весь день говорили об облачных технологиях. Дело в том, что я пишу книгу о небе, и все, что касается небес, мне интересно. Объясните мне, о чем идет речь, что вы вообще задеваете. Я слышал, что он собрался в облачной технологии. Это меня настораживает. Нет, он не собрался, он уже там. Настораживает меня. Я уже там. Я знал, что у него гипертонический кризис. Два часа я уже там. Он уже собрался в облачной... Что это такое? Точно так же, как название объединяет всех. То есть бог-то его почему. Потому что это общихристианское. И это для всех. Если зайти, вот, Гена, у тебя открыт канал. Что там есть? Там все подряд. Что это отражает? И проба, и разные. Там нету одного кого-то. То есть это не чей-то канал с чем-то именем. И то, что мы стараемся сделать, мы стараемся отразить все. И если человек заходит на канал, да, какой-нибудь служитель, и говорит, а почему у вас этот есть? На этот вопрос у меня один простой ответ. Почему тебя там нет? То есть цель... В этом смысле у нас точно такое видение, скажем. Дать широкую, 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 широкую картину христианства. Допустим, телеканал ТБ, там тоже... Да, 100%. Мы не показываем просто себя. У нас там очень много людей. Как бы видение то же самое. Да. Даже я очень часто, вот я испытываю то, что испытывал ты здесь. Когда я куда-то приезжаю и вижу что-то перспективное, я очень стремлюсь добавить то, что я знаю, и вдохновить людей быть еще более эффективным. То, что я вот увидел в тебе, когда сказал, ребята, вам это очень важно и очень нужно. Да, моя цель – помогать. То есть вот о чем речь? Мы служим телу Иисуса Христа. Движение искателей Бога. В чем, можно сказать, в чем общее между молитвенниками, да, или искателями Бога, там, как считают молитвенниками, и телевидением? В чем суть? Суть в том, что как движение искателей Бога старается помочь по местной церкви, усилить ее... Межконфессионально. Да, между разными церквями и помочь усилить личную молитвенную жизнь каждого служителя, каждого христианина. Точно так же Бог ТВ ставит своей целью помочь по местным церквям, развить медийное служение в целом. Сегодня медийное служение – это вообще доступно для всех. Есть еще у кого-то стереотипы, что камеры должны быть вот такие по 100 тысяч долларов, что телевидение, оно дорогое, недоступное и нереальное. На самом деле все не так. Уже много лет назад все изменилось. Ставим мобилку, снимаем. Ставим мобилку. На полном смысле. Мы уже делали прямые эфиры прямо с телефона. С любой точки мира, где есть 3G-интернет. Ты можешь выйти в прямой эфир на канале Бог ТВ, подключиться в эфир и рассказать, где ты находишься и что происходит. Как ты считаешь, какая вот основная проблема, что, допустим, пастор имеет ресурсы, имеет здания, имеет возможности, но вот он работает только на местном уровне. Какая причина? Я не думаю, что это проблема. Ну, во-первых. Потому что, в принципе, все зависит от того, насколько у пастора есть цель. Я думаю, что со временем не используются. Говорит так, как будто все присланы, все должны бежать на телевидение, понимаешь? Не все. Все должны сегодня открывать TV-тугедеры, все тугедеры, все мосты строить. Ну, кто тебе это сказал? Но, 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 я, опять же, поддерживаю обоих. То есть я согласен, что у них у всех призвание. Но вопрос, у всех ли призвание ездить на машине? Она всех поддерживает. Сергей, у всех ли призвание ездить на машине, скажи? Ну, вот мне странно, что для езды на машине нужно призвание. Да, не нужно. Не нужно. Геннадий, на машине удобнее служить? Конечно. То же самое с Мидиа. Я согласен, что призвание не у всех. У моей жены не было призвания служить на машине. Но пришлось. Но когда она выучилась на права, я вздохнул с облегчением. Потому что жизнь стала легче. То же самое с Мидией. Сегодня Мидиа – это не какая-то особая сфера. То есть в определенной дозе это инструмент для служения, это средство передвижения. Это даже не особенное призвание. Это способ реализовывать призвание, в котором уже человек... Причем максимально эффективный. Вот, допустим, пример. Сейчас за камерами, ребята молодые. У всех есть iPad, iPhone, да? Мой простой пример. Молодой человек приходит на молодежное служение. Пастор над ним, значит, применяет все свои умения, духовные навыки, значит, чистит его душу, моет ему ноги, вкладывает в него правильные истины. Молодой человек выходит за пределы церкви, открывает свой девайс, ныряет туда, и вопрос, что он там видит? Да. Мы не создали альтернативной реальности просто элементарно для следующего и уже настоящего поколения. То есть сегодня даже, ставя акцент на какие-то другие вещи, мы в принципе не обеспечиваем себе тыл, так называемый. Это одна из только из причин. Про детей вообще молчу. У нас у всех много детей. Я в восторге. Я по сравнению с вами просто салабон, извините за выражение, в плане детей, то есть, ну, вы побили все рекорды. Нет, давай мы отметим это. Мы медийно зафиксируем факт, что вы собираетесь взять ребенка еще одну. У вас трое? Да, у нас трое свои детей. Это можно считать медийным эффектом влияния Демидовича с его пропагандой усыновлением? Больше Малюта повлияла, Руслан, я честно скажу. Здорово. Но на самом деле это было откровение из Библии, и мы как раз в тот день встретились с Малютой в аэропорту, и оно все совпало. И так вот это родилось. Ну, родилось это в сердце у моей жены. Да, слава богу. Спасибо за ваше служение. Потому что, в принципе, это все равно результат вашего медийного влияния на определенное географическое пространство. Сто процентов. Вот. И таким образом получается, что можно что угодно делать, что угодно применять, на разные аспекты ставить акцент, но тем не менее мы должны достигать людей там, где они есть, и где наше поколение. Ой, Саня, не удержусь от комплимента. Мне сказали, ты технический руководитель канала. Да ты же привожденный спикер, ты понимаешь? Вот буквально ты вот просто валишь во все. Не ищет, я тебе скажу. Не, так он, ну да, конкретно. А у тебя есть твоя программа? Ну, при желании их может быть много. Так вот. Но цель не программа. Цель не оказаться в кадре. И более того, вот это... У тебя цель не оказаться в кадре? Цель не оказаться в кадре. А как отдать то, что ты... Тем более тогда надо быть в кадре. То, что ты сейчас говоришь, как отдать? Один человек очень показал мне классный пример. Он сказал, для меня гораздо важнее разговоры на кухне с теми людьми, которые принимают решения, чем просто работа на огромную аудиторию. Запишите это. Ну, я не скажу, что это моя идеальная модель, но у меня гораздо больше впечатляет общение и отношение с людьми, на которых мы можем построить какие-то классные вещи. Ну, мы вчера общались на кухне, и сегодня мы уже сидим в кадре. И мы не собирались сидеть в кадре. И я долго отказывался. Вот, меня заставили. У меня забрали паспорт. Это все общение на кухне. А после передачи паспорт отдадут? Да, дадим. В зависимости от результата. Если мы правильно ее закончим. Да, если мы правильно закончим. Еще раз, растолкуйте мне про облачные технологии. Вот на пальцах. Облака – это то, что нас объединяет. Перед вами варвар технический практически. Гутенберг, я бы сказал. Понимаете, я как бы во всем этом жилу совсем, я до сих пор не понял, как работает телевизор. Мне сто раз объясняли. Как-то пытались. Нет, тебе это не надо. Я сказал, что ничего не берем. Но давай сразу перескочим телевизор. Облачные технологии. Объясните мне на пальцах. Облако может висеть над тремя странами одновременно. То же самое. Из серверов создается облако. На облако закидывается определенный контент, или передача, или файл, все что угодно. И оно становится доступно очень легко для тех людей, с какой бы страны они под облаком не зашли. То есть, другими словами, оно как будто бы пересылается. Глава говоря, я снимаю там 100 программ, 200 проповедей, и закидываю их на облако. Ну, назовем это облако. Я понимаю, что это не... А снять можно? Я в прямом смысле. Я закидываю на облако. А кто-то, Демидович, это ходит в дробь крови, он с облака берет. Это можно... Так это же есть интернет, а что добавилось? В принципе, да, я согласен. Но интернет же делает то же самое, как общий аккаунт, как счет в банке. Ты закидываешь деньги, Демидович снимает. Нет. Это меня настораживает. Это вот эта легория. С чем я столкнулся? Допустим, наш, допустим, сайт TBNUA, от нас там выставлена наша продукция вся. И человек, допустим... Я расположил сервер в Украине. Человек заходит с Америки. Для того, чтобы взять мою программу, ему нужно через океан пробраться по оптоволокноутам, та-та-та-та. И где-то он попадает на узкие места. И таким образом он тормозится. Но если предположить, что мой контент лежит, и в Украине, и в Америке, и в Германии, везде... В облаке. В облаке. В разных серверах. Которые покрывают все. То человек, заходя с Америки, берет с ближайшего сервера. Солнечные. Солнечные. Какие-то технологии. Но облако, оно ходит туда сюда. Нет, нет. Я понимаю, что это условность. Ты в предыдущей программе рассказывал за мультимедийный контент. Я понимаю, что это условность. Ты чувствуешь разницу, да? Чувствуешь разницу. Очень сильно облегчает. Упрощает достаток. За счет существующей сети между определенными серверами. Уменьшает количество звеньев, скажем так. Да. Ускоряет скорость. И из-за этого ты можешь смотреть видео из Америки, но у тебя будет эффект, как будто ты его в Украине смотришь. У вас на сайте, у вас круглосуточное вещание. 24 на сайте. Мы делаем несколько вещей. В любое время я набираю Бог ТВ, нажал кнопочку, мою посуду. Ну, не я мою, в смысле. И практически с любого устройства. Я просто... Да. И в этот момент идет что-нибудь. Я не мою посуду. Понял. Все. Я не мою посуду, у меня есть цены. Он не моет посуду, и он не набирает Бог ТВ, понимаешь? У меня есть цены. Я могу в этот момент, гоняя их за мытье посуды, смотреть Бог ТВ. Мы все... Было размышление, что должно быть основным концептом канала. Решили взять все. Опять же, я согласен со всеми. То есть, если людям нравится смотреть по программе передач, дайте им это. Если людям нравится просто на фоне включить что-то, чтобы там менялся разноплановый... Богословская цензура. Богословская цензура в чем вопрос? Ну, вот этот проповедник нет. Ну, допустим, вот ты послушал Махтенко и говоришь, Боже мой, какой негодец. Я думаю, что одна из вещей, которой мы придерживаемся, название канала, Бог ТВ. То есть, мы, в принципе, не за контент, который сильно, так сказать, в одной крайности или в другой. Не за специфический контент. Почему? Чтобы не переборщить. То есть, мы за Евангелие, скажем так, за простое. Скажем так. Но мы можем сказать, что этот канал все-таки более для христиан. Да. Учитывая, допустим, и... В первой степени. Дополнителя, да, вот, искателей Бога. Это все-таки в первую очередь иудеи. Однозначно. Да. Но здесь мы разнимся, потому что как раз у нас видение, да, общественного телеканала. То есть, мы хотим быть где-то на пограничной такой территории между церковью и миром. Уже понятны светскому человеку, но еще с христианскими церквями. Ну, я не думаю, что мы будем разделяться, потому что я это поддерживаю. Нет, мы не будем. А я считаю, что все должно быть. Ну, нет, я в другом плане. Что, допустим, то же самое, Сергей, в интернете найти или, скажем так, дойти до неверующего проще, чем в жизни. Конечно. И сегодня поиск Бог-слова в поисковых системах одно из самых популярных. Потому логично, что через короткое время, то есть, вводя просто Бог, человек будет сталкиваться с Бог-ТВ. Более того, это наша стратегия. И я думаю, что огромное количество усилий мы уже сейчас работаем с некоторыми служениями, которые производят евангелизационный контент, которые имеют системы онлайн-покаяния, такие как Поиск Бога.нет и разные другие. У них прекрасные результаты. Мы будем целый кусок работы направлять на то, чтобы приводить людей в церковь. Слушай, ты не поверишь, я вчера зашел на сайт, я это беру, кстати, в другую перспективу, нашел православную часовню. Не весь спектр услуг. Ты можешь поставить свечку, выбрать, в какой часовне молиться, какому святому. Бесплатно? Бесплатно, я удивился. Бесплатно. Ты ставишь свечку, ты можешь выбрать любую. Ну, я не знаю, может, что-то где-то скачало с меня. На белой ночи мука будет? Мука? Да. На белых ночах вообще-то в этом году будет столько всего. Ежедневная, насыщенная и развивающая детская программа, романтические ужины и церемония обновления брачного завета на берегу. Семейные авторские тренинги, мастер-классы и индивидуальные консультации. И, конечно же, отдых на море. Да, на белых ночах для детей и супругов будет все, разве что, кроме муки. Милая, а что вы собрались готовить из муки? Музыка. 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 Комплимент тебе и твоей работе. Вот я сейчас проэкспертирую. Я в Гугле вез слово «Бог». Раз, два, три, четыре, потерпите, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десятое место «Бог ТВ». И при этом ни одной рекламной кампании мы еще не делали. «Бог ТВ» – это колоссальный результат. То есть в Гугле – это колоссальный результат. Википедия первое – два места, картинки по запросу «Бог». Третье место – очень приятный факт. Четвертое место – «Совершенный Бог». Псалом, да? «Бог есть» – пятое место. Там какая-то история детективная. «Бога нет» – шестое место. «Почему Бог допускает зло и подбираемся к «Бог ТВ»?» Это колоссальный результат. Но это колоссальный результат не по нашей заслугам, а просто потому, что есть вакуум. Это то, что я увидел, что если ты зайдешь и ведешь Бог, в общем-то места не заняты. Платной рекламы на «Бог» нет. То есть ссылок, которые бы оплачивали христиане, которые действительно хотели бы кого-то евангелизировать, просто этот ресурс никто сегодня не использует. Это одна из вещей, которую мы сегодня можем использовать легко. Может, они в СУВе не хотят? Нет, я думаю, что… В смысле, побаиваются, как бы, к Богу ТВ просто представляются. Нет, мы не представляем угрозы ни для кого, и конкуренции в том числе. Потому, как бы, я за то, чтобы… А что «Мегамост» такое редкое слово? Если набираю «Мегамост», то я первый… У «Мегамост» нет такого слова, оно не редкое. Первое вылетает. Это его нет такого. Я еще удачу. Как же оно первое, но уже такого слова нет. Нет, ты его создал. У меня больше как бы… Майковский Владимир, тот любил создавать слова. Понимаешь, я создал слово, я уверенно залил на первое место. Я являюсь чемпионом в Кене, чемпионом по гольфу. Геннадий. Геннадий. Вы там не играли. Среди русскоязычных людей. Но у меня другой вопрос. Потому что я единственный русскоязычный, который буквально один раз ударил по гольфу один раз. У меня вопрос как к пастору. С одной стороны, есть вопрос, что многие боятся мидии как чего-то страшного. И не используют автомобиль, чтобы усовершенствовать служение. Почему? Этому тоже есть объяснение, потому что есть другая крайность. Когда все повально как будто бы обязаны заниматься мидией. И вот у меня вопрос. Как бы мы идем, так сказать, привлекаем неверующих, евангелизируем. Они приходят в онлайн пространство. И что они там видят? И мне кажется, что этот вопрос, касаемый христианства сегодня, представленного в интернете, он гораздо более серьезный. Потому что порой, гонясь за оболочкой и медийными приемами, мне кажется, что порой теряется послание. Но я вот за это ему говорил. У нас предыдущая программа была. Вот это шоу. А я говорю, не надо послание. Дай только нам медийский. Он говорил, во многих нет ни послания. Я говорил, вот послание должно быть одето в мире. Это мое послание. И получается, что каждый должен заниматься своим делом. Да. И мы не должны стараться, как там лидеры или руководители, просто все пытаться покрыть. Мы должны искать людей, которые по призванию, по определению от Бога, возможно, даже еще до рождения, определены на то, чтобы служить здесь. Мой лидер, мой духовный наставник. Работать с телевидением. Это было в одном слове. Потому что ты, наверное, не мегамозг. Я никак не представляю. Вот для меня, допустим, идея, с которой он носится, ну типа, ладно, там церковь в церковь, давай работай в медиа больше. Я говорю, нет, нет, господа, церковь – это мое призвание. И медиа – мое призвание. Но я верю, что человек многофункциональное существо, понимаешь? Тебе не надо, становясь медийным продюсером, перестать быть папой, мужем. Ну сдай жену тогда. Сдай, скажи, я призван только быть медийным служителем. Давай время экономить, время быстро. Давай посмотрим в будущее. Мне один очень умный, зрелый служитель, который очень уважаю, показал одну картину на Западе. Создалась субъективная, альтернативная реальность. В телевизионном пространстве. Он сказал, что за историю христианского телевидения на Западе что-то трансформировалось. И вдруг телепроповедники перестали приглашать людей в церкви. Таким образом, сейчас огромная прослойка западных христиан живет вне церкви и живет как бы на каналах. Нет, подожди, давай мы скажем. Чему я сейчас говорю? Довно не только западных христиан. Рассказывал мне один из руководителей телеканалов русскоязычных. Он приехал где-то, проводил служение и дали рекламу. Небольшой городишко, но его телеканал мощно прокачивал рекламу. Будут служения, месяц рекламы. Так вот, в результате, в небольшом городе собралось огромное количество людей. И он говорит, первое, я думал, что люди собрались с разных церквей. Но когда начал проводить анализ, подавляющее большинство людей не посещают церкви. Но они на телеканалах. Это реальность. Мое видение такое, что поместная церковь, local church, как на английском говорят, поместная церковь это основа всего. Наше служение не для того, чтобы создать субъективную реальность, а для того, чтобы людей, которые вне церквей, привезти в поместной церкви. Потому когда мы показываем воскресное богослужение, мы просим, давайте адреса, приглашайте людей в церковь. Не прекращайте приглашать людей. Работайте с людьми, которые вас смотрят. У вас мягкий переход такой к виртуальной церкви. Но переход очень важный почему. Я продолжаю. Это одна и та же мысль. Я думаю, что происходит смещение. Происходит замена ценностей. Когда вдруг, оказываясь перед экраном, ты теряешь цель. Тебя начинает беспокоить, как ты выглядишь в кадре. Все ли было плавно. Он его беспокоит. Он постоянно бегает на эту свою зачистку. Я говорю даже просто об анализе собственных эмоций. Как оно называется? Хорошо выглядеть в кадре, нормально. Но фокус какой, какая цель была. О чем мы говорили. Цель была послание. И задача Моисея была идти на гору, получать от Бога и приносить людям. Задача Веселиила от его рождения была одна. Сшить шторы для скиней. Все. Получается, если медийщиков мы поднимаем в церкви, их задача думать о том, как будет оформлено послание. Если пастор сильно отвлекается, или тот, кто несет видение, или месседж, или силу духа. Если он чрезмерно отвлекается на технические вопросы, он имеет опасность потерять. В итоге это приведет к альтернативной реальности на телевидении, которая уведет людей из церкви и сконцентрирует их на каком-то одном, двух, десяти людях. Это неправильно. Как это вообще относится к виртуальной церкви? Только как к мосту в физическую церковь. Я не вижу церкви вне церкви. А большая церковь – это мега-мост. Мега-мост. Да, да. Мост, который ведет... Почему? Потому что интернет создает объективную ситуацию, что люди перед экраном мониторов, телефонов, они чувствуют такой интим. Безопасность. Да. Ну, давай тоже поймем, что есть люди, которые в силу различнейших, самых разных обстоятельств, никогда не смогли прийти в церковь, не дошли до церкви, или оказались вне церкви. Это тоже немалое количество людей. Давай так, я рисую картинку, да. Человек живет в каком-то небольшом поселке, где есть две секты, три секты, пять сект и ни одной церкви. Я говорю сейчас конкретно. Ему некуда пойти. Я как пастор. Куда бы мне пойти? Я навожу справки, смотрю и говорю, сиди дома у телевизора. Правильно. Это безопаснее, чем ты пойдешь туда. Но это исключение. Это исключение. Вопрос, что когда мы начинаем служить людям в онлайне, которые открыты, и коснулся Бога, они посмотрели эфир. Когда мы начинаем и служить, какая наша цель? Сделать их просто партнерами, и просто зациклить их на канал или привезти их в поместную церковь? Какая моя цель? Моя цель привезти их в поместную церковь? Ну конечно, ну друзья, ну церковь это церковь. Это нет, церковь это лучшее. Каждое воскресенье мы прямо в эфире на телеканале и в онлайн, на церковный сайт Мегамост. И мы точно такую цель ставим. Мы говорим, если по каким-то причинам вы остались вне церкви и не можете найти, вы оставайтесь здесь с нами. Но если у вас есть возможность найти церковь, вы идите в церковь. Я думаю, что это... Это ценности базовые, которые, допустим, в меня эти ценности очень сильно... Потому что есть то, что невозможно реализовать виртуально. И нет цели такой реализовать. Тело должно быть телом. Да, можно долгое время созваниваться, переписываться со своей женой и так далее и тому подобное, но если ты никогда не имеешь близости со своей женой, у тебя не будет детей, у тебя не будет семьи. То есть можно иметь виртуальную близость, но это никогда не заменит полноценную семью. Эти ценности, они лежат в основании того, как мы воспитывались, в нашем служении. Ты замечаешь, скажем, злоупотребление, скажем, в протестантском русскоязычном мире или нет? Вот замечаешь? Я думаю, что речь не о злоупотреблении, речь в принципе о моей человеческой натуре. Я грешный человек. Я склонен к тому, чтобы гордиться. Это приятно, приятно каждый раз, когда это звучит. Мы как раз в одной из программ, которые ты бывал на семью. Нет, ну это на полном серьезе. Я даже не хочу анализировать протестантский мир. Кто я, чтобы это делать? Я просто пацан, который начал служить не так давно. Что я грешу. Меня побеждает гордость. Кстати, как давно ты в служении? Меня уклоняет кто, чтобы сбиться с фокуса. Я как депутат буду продолжать говорить то, что я говорю. Хорошо. Вопрос. Кто подвержен этим искушениям? Мне нравится. Ты ему закрыл ручки. Кто подвержен этим искушениям? Все. Соответственно, можно ли сказать, что это происходит? Да. Вопрос. Надо ли нам с этим бороться? Да. То есть мы никогда не должны отклониться от сути. У нас есть великое поручение Иисуса Христа. Это то, чему меня лично очень долго учил Сергей Шедловский. Хотя многие говорят, что мы вроде как вне церковной организации, но мы служим телу Христа. И это то, что он вложил в меня как бы с молоком матери, можно сказать, со словом Божьим. Я вдруг это понял, что нету ничего вне поместной церкви. То есть не может появиться никакого служения, движения, которое где-то там само по себе, что-то там делает, призывает людей уходить из церквей, идти в катакомбы или еще что-то. Нет. Мы все служим в усилении тела Христа. У нас есть пару минут последних. Скажи, пожалуйста, вот несколько слов о конкуренции. Вот что ты испытываешь, когда, допустим, ты развиваешь телеканал, ты смотришь, ты заботишься о том, чтобы он хорошо развивался, чтобы другие вещались. И что ты испытываешь, когда смотришь подобный какой-то проект? Радость. Зачем я приехал сюда? Потому что я с радостью хочу помочь всем проектам и всем людям, которые делают то же самое. Потому что, на мой взгляд, говорить о конкуренции с тремя с половиной каналами христианскими и русскими, это просто смешно. Я понимаю, Америка, там есть Sky Angel, там 240 каналов, которые 24 на 7 вещают христианские, из них 60 молодежных и детских. Окей. Но здесь, где всего лишь несколько процентов рожденных свыше людей, в наших странах, где вообще нету практически нормального христианского контента, где нашим детям, с чего я начал, нечего смотреть, кроме старой суперкниги, вот там 70 какого-то года, которую они не смотрят. Готовится новая. Готовится новая, уже 10 лет. Ультра, вот-вот, сейчас запустится. И получается, что здесь, говорите, конкуренции просто смешно. Мы в реальности, мы находимся в проблеме, в которой нам надо ставить спина к спине и вместе помогать другим вырастать. Это мое мнение. Это мышление залогово успешное. И поэтому я здесь, я не чувствую конкуренции. Это дефицитное, нет ощущения, что если кто-то откусил от пирога, то мне не досталось. Саш, аналогично вот так же мы, поэтому мы с удовольствием позвали тебя в программу и говорим о вещах, которые родные нам и понятны нам. Поэтому я с удовольствием согласился. Я верю, что христианское телевидение в разных форматах, скажем, интернетовских, эфирном, кабельном, сателлитах, они должны развиваться. У нас сегодня еще очень-очень-очень далеко до реально тесного рынка, где мы не можем... И более того, если появится хоть кто-то молодой, перспективный, кому нужна будет помощь, я с радостью помогу. Набираю по-английски. God, бог. Бог, они в англоязычном интернете раз, два, три, на четвертом месте. Им 15 лет, нам 2. Благослови вас Господь. Давайте полный вперед. Храни вас Господь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова